Братья-месяцы Программа о названиях, приметах и преданиях 28 октября По одному из календарей славяне отмечают Мокош, Макоша и Сварожки, Сварожьи Святки По народному месяцу слову Ефимий Осенний, Пчельник, Льнинице В этот день христиане чтут память Ефимия Солунского при рождении Никита Жил в Палестине, 9 век Про этот день на Руси говорили так Ефимий холодом корни трав и деревьев с землей смыкает Всякое насекомое в жухлой траве укрывает На природу сон навевает Это было верное наблюдение Зима приближалась И всякое растение и животное готовилось к ее приходу После праздника Святой Пороскевы В Средней России начинали трепать лен Что выражалось в поговорке «Мни и топчи льны с половиной грязника» Девушки принимались за пряжу По поверьям, с этого же дня ночью в дома пробирается Кикимора И начинает прясть оставленную пряжу и ткать Вплетая туда свое злое колдовство Кикимора может испортить пряжу Порвать кудель Пряжу вычесанную и скрученную Спутать шерсть А чтобы этого не случилось Радеющие о своем деле хозяйки Всегда убирали и пряжу, и ткань Подальше от глаз и рук незваной гостьи В этот день примечали Если солнце всходит, а над ним облако Хорошей погоды не жди Появились комары Будет зима мягкой По одному из календарей Славяне отмечают мокош Макоша И сварожки Сварожьи святки Праздник посвящен прощанию с матерью землей И окончанию периода свадеб В это время следует уделять больше времени Духовному развитию и самопознанию По представлениям славян родноверов Макоша Макош Мокоша Богиня материнства Проявление Великой Матери Лады Как стихии земли и воды Она является богиней милосердия Счастья и несчастья Судьбы Рукоделия Покровительницей источников и святых колодцев Урожая Защитницей коров Макоша Это мать коша То есть земных благ Если человек о земле заботится В общий кош добавляет Тогда дарит богине ему Несчетные богатства Силу Радость И счастье Земля Руси Это один из лучших кошей земных В ней большие блага собраны Богатство сии и мудрость волшебная В защите нуждаются Посему рождает земля Матушка Славных сынов Которые защитниками ее становятся Всегда они землицу Поэтому иногда изображаются с руками Опущенными к земле Символами богини Происходит от названия растения мак Который у русинов Всегда был символом плодородия Достатка А также ума Отсюда и понимание Макоши Как матери коша Вместилище для семян А макошами еще в шестнадцатом веке Называли знахарок Колдуней Макошин день Пятница В этот день Женщины не шили Не пряли Не работали с нитками Пряжей Веретеном Не стирали белье Чтобы не разгневать Свою покровительницу Макоши в пожертву Приносят хлеб Калину Кашу Платки Посуду Ленты Мед Молоко Пряжу Чтобы напряла она Хозяевам И их деткам Долгую нить жизни В этот день Освещаются цветы Которые в течение года Используют в целительстве Молвят и славление Макоши Макоша В славе великой Приходишь к нам из Ирия Творя достаток Детям своим Твои руки Склоняются к нам Плодовитыми ветвями И улыбку твою видим В тепле осеннем Богатыми урожащими Одариваешь нас И мы Чтим и кланяемся Земле святой Кормилицы нашей С любовью Славим тебя Как дети Верные твои Слава Матушке Макоши А с 28 октября По 3 ноября По 3 ноября Отмечают Сварожки Сварожьи Святки Праздник Бога Сварага Покровителя Семейного Союза И Кузнечного Дела Отковавшего людям Первый плуг В честь небесного Кузнеца Сварага Почитали и земных Говорят В эти дни Небесный Кузнец Пробует Сковать землю Льдом Слава богам И предкам Нашим Братья Месяцы